доброе утро товарищи в эфире программа продай если сможешь то есть мы сейчас едем там по иксу антифриз покупать батарею сдавать но в общем то такие мелкие доработки в общем процессе и заезжаем на мойку потому что я считайте поехал на кэмпе везде разводы по машине видели лицо этого кассира когда я ему сказал что мне нужен антифриз охлаждайка на тесла он просто был шокирован мы вместе гуглили чтобы найти какого цвета что у нас какой-то перепугу залит зеленый а должен быть синий потому что здесь даже на упаковке написано что подходит для теслы до типов у тесла он не в большом объеме но он есть все тачилу помыли осталось только внешне и и парня сейчас он дразнит копа смотрите сейчас за ним сто пудов он ехал за нами но я ехал по скоростному лимиту все тормозит я думаю либо подразнит сейчас его специально дразнил копа все я же говорил парень на m3 я вижу я просто вижу что он дразнит он видит что есть коп и он его дразнит тупо поэтому он четко видел остановился я он на меня посмотрел типа и видно что коп сзади меня он всю дорогу его видел он типа ему простил один раз 2 но видимо ну парень сам тебя на просит он сам как с ним игрался я понимаю раз короче ехал я audi и мы как бы копу преграждали дорогу но мы просто стартанули вместе не быстро а чувак стоял в той линии он короче попер я не знаю может 60 где можно 45 миль в час вот и вот короче только у него выдалась возможность он его остановил привет друзья в общем то я сегодня бегаю прыгают туда сюда у меня финальные экзамены все у всех странно школа заканчивается вот-вот а у меня с какого-то перепугу аж 4 июня кстати представляете не приехал парень за тесла я чает еще вчера отвечал все было чики-прики я подумал вдруг появилась перформанс дешевле моей и он решил ее купить нет до сих пор короче чтобы понимали по сравнению с небитой я на свою дело сколько тысяч восемь получается скидку по сравнению с небитой а у нее все то же самое все те же возможности просто когда-то она была чуток подбита странно я послал по всей америке дешевле предложения реально нету то есть типа горячая цена странно но вот не приехал я конечно немного разочарован я ее намыл начистил у меня уже были планы у меня уже даже есть новый проект вот но тем не менее пока его забрать не могу вот такие у нас обстоятельства друзья насколько вы понимаете без английского трудно начиная от школы доходя к тому чтоб миллион разных ресурсов английских вплоть до того что мне сейчас английский сильно пригождается когда я хочу раскручивать свои армии бизнес когда я хочу раскручивать свой airbnb в общем то английский нужен везде касается абсолютно всех стран всех людей и ребята из wall street english говорят давай мы тебе отправим наш тест и мы посмотрим твой уровень что прикольно вас начинают потихоньку потихоньку тестировать пока вы не дойдете до своего языкового максимума и в конце мне объявили что я на 17 уровне из 20 то есть уже хорошо но подтянуть чуток можно а сама школа wall street english является лидером среди английских школ по всему миру их метод и учебная программа совершенствуются уже более 50 лет учителя только носители языка соответствующей лицензии именно поэтому они могут гарантировать вам результат у ребят есть своя коронная фишка которая называется global teaching community когда уже в курс входит в то что вы абсолютно бесплатно можете учиться с другими студентами учителями с разных точек мира спросите как это может быть полезно а например вы видели какая разница между британским английским и американским английским вы можете познать всю картину все акценты ну и та самая фишка с global teaching community позволяет быть единственной школой английского языка в россии который может предоставлять вам уроки 22 часа в сутки нету 10 часового рабочего графика неважно хотите вы до работы во время работы после работы неважно журавель вы или сова в любое удобное для вас время найдется урок ну а вам ребята предлагают пройти ровно такой же тест как прошел я так что можем отчасти посоревноваться после прохождения которого вы можете активировать свой бесплатный вип урок от школы wall street english по прохождению которого вы получаете 30 процентную скидку на онлайн курс и все эти фишки доступны по ссылке в описании ну что ж друзья я все доделал сейчас еду забираю алину мы встречаемся с урвимом у него сегодня выпускной в общем то разные школы делают по-разному я не знаю почему у меня 4 июня у всех вот 24 то есть у меня получается по сути на почти две недели позже выпускной и это меня волнует в общем то он говорит что у него можно на одной машине всего приехать и он говорит я думал ехать сам я говорю ну куда мы тебя бросим говорит но если хочешь давай на твоей типа перед одноклассниками похвастаться я говорю ну давай вот так что мы забираем алину забираем рубима они делают это помните кинотеатр под открытым небом короче насколько понимаю там слезливое видео это все будут пускать под кинотеатром над открытым небом это очень классная идея вот кстати это в этой же школе учится никита непонятно никита будет сегодня или не будет в общем то поглядим у меня такого не будет смотрите просто застряла рвишка по дороге самое интересное коучмен как у меня ну именно я имею ввиду производитель но это такая то видите это с траком а получается поломался трак нервишка сама по себе не у меня там живучий я надеюсь нам надо рвимо что-то в подарок я думаю купить купить морковки или вот такой петрушки какой-то алина предлагает ананас и вот я не знаю о редька не они она без кустов я вообще хотел морковку с листьями где морковка походу алина победила берем ананас тоже морковки нету как я хотел на предлагает ему обезьяну подарить или что так но это же неинтересно ведь это типа пол за graduation туда дарят всем диплом сидел нет но это такое это чисто ты вот прикинь половину америки с этим сейчас домой придет ананас с этими с полохуйками придет не все вот мы сейчас ходим к нему подъехать она втыкает свечек в этот в ананас и поджечь ему как учили делаем отверстие сочный на нас прям вообще прям я выбрал самый лучший мы не гоналайта свечки и дебина гейко и на урвима на этой русский написано на прикол надо доставать до а скилычи и не достает да в общем-то рубин нам добыл возможно территорию до знакомого спросил я насколько понимаю вот это сейчас а в конце она тут не видов ничего не поля он говорит просто если вы хотите вы можете попробовать здесь даже бесплатно да просто типа попробуйте потому что земля стоит часть занята есть 2 игра 2 карета где-то получается полтора стадиона да сейчас примерно полтора футбольных стадионами видите тут так немного трактору сказал нет трактор будет посередине где-то вон там трактор должен стоять а я думаю там в ту сторону дальше и вон получается 2 акра говорит вон стоит трактор посередине Вот та территория. Первый вопрос чисто логистики. Нифига, да? Типа здесь? Не-не-не, вопрос логистики. Я имею в виду, знаешь, типа, вы проедете поле щебенки, после чего будет 4 трактора за 4 трактором, поверните налево, будет гостевая парковка. Знаешь, такого плана? Ну, а здесь... Ну, вот, единственное, что здесь есть, это луна. Ну, я тоже об этом думал, что никому здесь не понравится жить. Но, с другой стороны, знаешь, escape from the city. А я тут, с другой стороны, думаю, халява, знаешь. Но, на самом деле, тут устанавливать эти палатки... Мы же про палатки говорим? Про палатки. Устанавливать эти палатки будет сложнее. Типа, потом раз, о, не получится, надо переустанавливать в другом месте. Да, и их установить тоже трудновато. Ну, и снова-таки, есть вариант делать с туалетом подвод туалета, а есть просто поставить эко этот. Знаешь, что я думал? В целом, вот это выглядит страшно. Если, знаешь, поставить такой костерчик, засыпать щебенкой, знаешь, коричневой, высыпать травинку щебенкой, поставить стульчики, поставить горячую хот-тюбу вот эту, которая, соответственно, подключается от генератора, и у них будет джакузи, палатка, туалет. Но луна только. Луна только. Можем заключить договор с каким-то эскорт-агентством рядом? Все, все, хватит. Не нравится земля, да? А если сделать типа village recreation, для рекламы фоткаем тебя и меня в этих, я хотел сказать в матросках, вот этих матросских, возле трактора, и сказать feel the village, потому что люди в современном мире, в городах, а тут village. Кажется, реально, поставить где-то там, обустроить костерчик, туалет где-то вдали, лошадки ходят. Вот именно, Рувим, я не знаю, чья это территория, если договориться, что был выход к лошадкам, покормить лошадей, в бунгало пожить, возле костра посидеть, пофоткаться с трактором, это арт-объект, понимаешь? Знаешь, что мне кажется? Только сделать бы, интересно, это его территория или нет? Вот именно, что там, оно больше централизованное, и домов нету рядом, а здесь дома рядом, тогда же не из-за домов, и я бы это, если это его территория, сюда подъезд сделать, и вот это ограждением, то есть это как отдельная территория, если она говорит, что это один арендует, а второй свободный. Это жеребец? Я же говорю, был бы доступ здесь, в основном, видите, есть вот эта вот зона, я не знаю, чья она, чтобы подъезд сделать. Ну и в конце, и вот забор, вообще, выглядит, ну, сомнительно, я скажу вам откровенно, но с другой стороны, как говорят великие бизнесмены, кто-то увидел потенциал в том, в чем другие не видели, понимаете? Территория, давно видимо форсел, вот эта территория классная, и вон речка, то речка, Рувим? Да? Там речка, а ну, фоткай номер телефона. Это называется Магникри... Я увидел, да. Здесь это, кстати, прикольно. Посмотрите, какие лошадки, я вам говорю, вот здесь, вот возле речки, с лошадками. Ну, проезд в лошадях. А, ага, опция. Сейчас опаздываем, а они учатся в онлайн-школе, Рувим говорит, давай, Никита, ты выйдешь за меня, я выйду за тебя, потому что мы опаздываем. Мы приедем в 24 минуты, но Никита говорит, все, все, начинают, начинают. Да, 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 вон оно, вон, вон, я вижу экраны, я вижу Никиту, помахайте ручкой. Heritage Peak или что? Риолинда, Риолинда High School. Риолинда? Да. Окей. Where's Rio Linda? Ты где стоишь? Я, я на входе, чтобы, типа, где зеленые, фиолетовые шарики и синие шарики. Какие мы шарики? Heritage Peak. Heritage Peak. Heritage Peak. Heritage Peak. Heritage Peak. Okay. Heritage Peak Peak. Okay. So follow Evangeline right there. Thank you, Zach. Вон, нам сюда. Рувим не знает, в какой он школе. Давай, спасибо, братан. Рувим. Hello. Here's the program. Thank you. What station to tune in? Okay, thank you. And we have some red vines. Oh, thanks. Yep, you're welcome. You're welcome. It's nothing. Рувим. Can I get popcorn? Oh, can you popcorner? уже? I like it. Oh, нету popcorn, нету. Two popcorn, yes. Thank you. Thank you very much. Can you have the rest of the bag? I love your graduation. Никита! Никит! Excuse me, did you see Nikita? No, sorry. Музыка есть. Все ждут темноты. А говорили, что опаздываем. Могли еще по полю походить. Все одинаково. Все банально и не талантливо. Ну и ты в красивом платьице. и тебе вот вот 19 лет. Это родители поздравляют? Сейчас рулим будет. Сейчас рулим будет. Сейчас рулим будет. Сейчас будет? Да. Да, это кто получил стипендии. Айзея Камачо. Я не знаю, что это? Да! Дааа. Дааааа! Ааа! Ааааааааааааааа! но мы были почти самыми громкими и не просто ну точнее некоторых кто-то лимузин взял и здесь такая фигня короче то что ты можешь приехать только на одной машине и прикинь просто да всех родственников ну да у мексиканцев такая тема у них меньше лимузина не машина квадроцикл мы продолжаем отмечать руин говорит хочу йогурт поэтому мои защиты за сколько за 8 минут до закрытия приехали за мороженым да короче фонтаны закончились а люди есть тепло уже мороженое взяли работает до 10 все выпускник получается а я получается нет участвующих страдать сколько видели 32 здравления до скорой встречи